Алданская юнармия теперь имеет свое знамя первого отряда района. Символ, обязывающий ко многому юным защитникам Родины, вручил военный комиссар Алданского района. О торжественной церемонии расскажет Татьяна Вахнина. В спортзале Алданского центра подготовки лыжников первый отряд юнармии не несет караул. Их защитники Родины собрались здесь по иному, весьма торжественному поводу. Военный комиссар Олег Бабич вручил ребятам знамя юнармии района. Такое знамя подобного типа должно быть у каждого отряда. Имеется ввиду, что школьный отряд, как правило, будет созданный. Но так у нас районное, то есть оно у нас на весь район единственный, где мы занимаемся с ними плотно. Первый отряд юнармии был образован в декабре прошлого года. Официальной датой образования стал День Героев Отечества. За полгода службы вырос не только уровень строевой подготовки. Более зрелым стало самосознание юных бойцов. Подросла не только дисциплина, подросла и физика, подросло и знания. Ну и как бы все стоит на уровне. Конечно, хотелось бы, чтобы чуть-чуть подальше шли, но не успеваем. Знамя является символом, который, однако, обязывает ко многому. Служба предполагает воспитание силы и выносливости, оттачивание физических навыков и боевой подготовки. Нас научили много, как обращаться с оружием, что делать на поле боя. Обучили рукопашному бою. Торжественное вручение знамени совпало с пополнением славных рядов. К Всероссийскому военно-патриотическому движению присоединились двое юных алданцев. Они дали присягу верно служить интересам страны. Разумевается, в любом случае, что они армия, хоть и юная, то есть те же символы, те же знаки, те же, получается, важные для них моменты жизненные должны отражаться именно в таких вот символичных знамени, в каких-то соревнованиях, юноармейских в том числе. Первоосновной целью создания юной армии является подготовка ребят к прохождению срочной службы. Сегодня к армии возрастает интерес и у прекрасной половины. И азы воинского дела наравне с парнями познают и девушки. Татьяна Вахнина, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.